всем привет это канал из москвы в израиль у нас очередная поездка на кинерат в том году мы тоже ездили у нас есть видео смотрите и сравнивайте какое видео вам больше понравится сейчас мы просто конечно это мы хотели вам немножко просто рассказать мы остановились заправить машину значит полный бак 40 литров тоже чтобы понимание нас все упрекают что мы не даем полезную информацию в общем оса полный бак нам обошелся 313 316 шекелей много бензин сейчас получается по 769 вот и соответственно очередная раз мы затарились но мы взяли меньше всех это сто процентов мы сегодня видели машины наших ребят такое ощущение что мы не едем на кинерт потому что мы сейчас покажем наш багажник и это в принципе все что мы взяли да вот время уже заката вот сзади нас начинает садиться солнце поэтому приедем мы уже в темноте будем ставить палатку на ощупь у нас есть фонарь вот смотрите вот так у нас поэтому мы сейчас еще заедем в магазин купим что-то на гриль то есть у нас нету мясо и всего остального мы этого нет взяли овощи взяли консервы типа тунец там и все остальное короче мы взяли палатку мы взяли матрасы надувные надувные подушки мы взяли пледики чтобы накрыться или новый мангал кстати покажу прикольный на ножкой ножки у них вот так он собирается мне кажется эта модель максимально удобная дальше мы взяли фруктики и овощики и сейчас мы заедем купим мясо и в принципе мы готовы а ну и винишко да скорее всего винишко все так что мы погнали а вы с нами тын-дын-дын-дын-дын-дын итак мы добрались до пляжа гофра это новый пляж мы здесь еще не были до этого у нас было видео мы были на пляже не помним какое название но напишем его и точку тоже поставим на всякий пожарный и под этим видео сегодня и эти выходные мы проводим на новом пляже которые нам показали друзья как я уже сказал это мы здесь первый раз это тоже на кинэр эти в принципе они здесь примерно расположены все одинаково недалеко друг от друга поэтому ехать нам было так же как и до того пляжа около часа 30 от на арии заезд под шлагбаум шлагбаум выдается карточка со временем вашего заезда и дальше в зависимости от того сколько вы проводите на этом пляже вы оплачиваете значит 24 часа то есть сутки здесь стоит около 62 шекелей плюс-минус я не помню там то ли 62 с половиной то ли что-то и если вы хотите по часовую оплату то у вас получится около 5-6 шекелей тоже там какой-то разброс либо выходные либо нет но примерно вот такая сумма каждый час что касается после суток то есть 24 часа плюс час плюс два пока не знаем будем оплачивать снимем вам отдельно расскажем все-таки после суток считается допустим если вы провели сутки и еще несколько часов это следующие сутки уже считаются или это просто вы платите за каждый час мы вам это обязательно расскажем а сейчас я вам предлагаю прогуляться по этому пляжу посмотреть все мы вам покажем где стоят наши палатки где мы купаемся где можно что-то приобрести и еще несколько интересных вещей о которых вы узнаете уже из нашего видео все пойдемте вот такая парковка у меня под ногами земля или даже земля с пылью поэтому совет лайфхак едете сюда на пляж гофра не мойте машину потому что после этого вам сто процентов придется ее мыть парковка большая видите даже при условии что пляж действительно загружен есть большое количество мест вот не моя супруга еще должен идти туда я иду туда я послушный чуть пораньше и в ту сторону тоже есть парковка она с асфальтированная но там места нам показались более такие куции вот ну а дальше давайте пойдем посмотрим где здесь можно все-таки отдыхать где можно ставить палатки и все остальное пойдем прямо около парковки первая линия где можно ставить палатки в принципе тут везде можно ставить палатки но не на парковке я думаю вот так в целом прям вот видите машины стоят и прям здесь уже можно начинать из благ цивилизации мусорки которые убираются несколько раз в день то есть ездит машина большая собирает мусор так что с этим проблем не будет дальше пойдемте здесь душевые есть там люди есть поэтому снимать не будем но вполне себе нормально с теплой водой да вода теплая причем и холодные и горячие можно мыться как такой как и комфортный в потом пляже предыдущем была только холодная вода ну или вернее естественного нагрева так скажем по трубам если она нагрелась то вышла здесь место где можно помыть руки помыть посуду и все что вам понадобилось дальше идем я хочу обратить внимание что вот здесь по побережью именно идет момент именно идут уже палатки то есть везде сейчас особенно эти пятницы сейчас пятница то есть на шаббат здесь очень много также туалеты на территории всего парка деревья то есть практически все палатки можно поставить под деревом и быть в тени это тоже очень важно потому что сейчас очень жарко сегодня днем было 40 градусов конечно дует ветер с самого озера но это прилично то есть жара очень серьезные идем дальше то же самое для девушек душевая для девушек и женский туалет и также около туалета есть умывальники или мойки где можно мыть посуду умываться ну и любая другая вещь тоже горячий холодная вода все как обычно все все стандартно вот оливки уже у нас не поспели еще зеленый сформировались мы вообще территорию комплекса по всему комплексу растут оливки оливковые деревья тоже очень приятно и пойдемте дальше а вот сзади меня видите там на возвышении стоят вагончики ну то есть колеса дома на колесах вот то есть можно тоже приехать я так понимаю поскольку они находятся за территории не оплачивать да просто поставить свой вагончик а еще сейчас у нас будет интересная информация которую мы узнали только здесь пойдемте значит так смотрите в конце пляжа есть площадка с домами на колесах но это дома которые можно арендовать со всеми удобствами с холодильником с кондиционером с уютной кроватью они на земле матрас как мы сегодня спали вот и соответственно с тентами тоже видите все натянута то есть все в тени и наверное можно приехать на более длительный период времени и чувствовать себя комфортно по цене значит мы пока не знаем сколько стоит но я думаю что у нас удастся выяснить если не удастся выяснить то прочитаем и обязательно напишем внизу сколько стоимость аренды вот такого вот домика получается они в конце этого пляжа находится но на самом пляже тоже есть еще интересные вещи которые не просто под деревом назовем это так пойдете посмотрим в конце концов и Продолжение следует... Вот смотрите, это место находится в отдалении от основного пляжа, но вам все равно, скорее всего, придется заплатить, потому что вход получается с той же парковки. Но зато здесь меньше людей, здесь тоже есть мусорки, но нет воды, до туалета придется идти, до душевых тоже самое. Но зато вас тут мало кто побеспокоит и может быть кому-то это будет очень даже полезно. Но вот там уже за мной зеленый шлагбаум, то есть здесь пляж заканчивается. Смотрите, за мной получается еще одно место, которое можно здесь арендовать. Это места под тентами. Чем они отличаются? Они, во-первых, отличаются тем, что там есть тенты, то есть вам не нужно будет прятаться от солнца. Второе, вы всегда можете их забронировать, то есть вы будете конкретно знать, что у вас есть место здесь на пляже. И третье, там есть холодильник, живой, прям здоровый. И электричество, то есть у вас здесь будет возможность подключиться к этому электричеству, там зарядить что-то, что-то включить еще дополнительно и так далее. Свет. Да, свет там, если вечером. Хотя, может быть, свет там и есть вечером, надо будет посмотреть. Есть, там вечером свет там. Есть разговоры и все остальное. Есть вокруг Кенерата и пляжи, где есть дискотеки и все остальное. Так что выбирайте то, что вам больше по душе. Пойдемте дальше. Я пить не буду, давай заменю. Мы начали движение по набережной, вниз спуски, вот они, практически везде, к пляжам. Пляжи каменные, галька, больно входить, но выбора нет, но тапочки, всегда есть возможность купить тапочки. А с правой от меня стороны получается вторая линия палаток. Тоже деревья, тоже палатки. Сейчас получается самый прайм-тай, назовем это так, занято практически все. То есть нету даже ни одного свободного места. И все повсеместно жарят шашлыки, что-то готовят. Ну, в основном это, конечно, мясо, да, и все остальное. Вот, ну и мы видели несколько людей, которые готовят что-то в больших кастрюлях. Может быть, суп, не знаю. Пойдемте дальше. Вот такие спуски к пляжу. Здесь пляж немножко уже, чем у нас, мы вам сейчас тоже покажем. Но в целом, вот вы спускаетесь, сразу начинается галька, сразу вы заходите в озеро. Сейчас еще прилив, получается, большие волны. Береговая линия стала совсем маленькой. Но мы вам сейчас дальше чуть-чуть покажем. Там есть пошире береговая линия. Там даже ставят палатку. Вот пляж, на котором тусовались мы. Он достаточно пошире, видите, допустим, даже с той стороны не стоят вон палатки. А с другой стороны... Мы видим будку спасателей. Так что у вас тоже есть возможность. На бойки можно не обращать внимания, за них можно заплывать и плавать. Но если будете далеко уплывать, вам скажут, ай-яй-яй, возвращайтесь обратно. Вот сзади меня магазин. И еще плюс с той стороны кафешка. То есть можно купить там типа сэндвичей, всяких лепешек и всего остального. А в магазине любой набор продуктов, напитков и даже пляжных принадлежностей. Здесь же можно и тапки купить. Сколько стоили тапки? 50. Вся за 50 шекелей можно купить тапки. Но в декатлоне за 20. Вот. Поэтому даже если вы что-то забыли вдруг из того, что хотели взять с собой, у вас всегда есть возможность и цены совершенно адекватные, то есть не сильно завышенные. Поэтому не переживайте, если будет желание приезжать. Детская площадка. Завышенные на солнцезащитные средства. На солнцезащитные средства. Вот они это подсказывают, цены завышенные. Тут детская площадка тоже можно поиграть. Ну, в принципе, здесь везде природа, так что смысла нет. Вот. Пойдемте посмотрим, что еще есть. Вот сзади меня въезд на пляж Гофра. Берется, он автоматический, берется бумажка с временем въезда и на выезде. Вот сейчас выезжает машина, нам повезло, отдается бумажка и вам говорят, сколько вы должны. Оплата наличными или карты, возможно, не знаю, пока не выезжали. Но обязательно вам расскажем об этом. А дальше в ту сторону парковка, которую мы вам уже показывали. А вот, кстати, интересная вещь, забыли вам рассказать. За один шекель можно надуть матрас, на котором вы спите круг, ну или все что угодно. Минуту получается. Да. То есть один шекель, одна минута будет дуться. Что успеете за одну минуту надуть, то и ваше. Но тоже прикольно. Итак, канал из Москвы в Израиль, напоминаю вам. Вот такой вот замечательный пляж. Ссылка будет внизу, точка. У него есть свой сайт, там можно тоже все посмотреть. Он, конечно, на иврите. Но с помощью переводчика, если кто не знает, а кто знает, тем более, будет проще. Нам он очень понравился. Понравился больше, чем предыдущий пляж, на котором мы были. У нас появилось мне, мы здесь в компании сейчас отдыхаем. И у нас появилось желание, может быть, даже втроем сюда приехать. С палаткой в будни, может быть. И прекрасно провести время. Потому что здесь можно хорошо покупаться. Единственное, как мы вам сказали в предыдущем видео. Но и сейчас я вам еще раз повторю. Покупайте, пожалуйста, тапочки. Которые продаются в Декатлоне, в любом месте. Потому что вход к камне, очень тяжело заходить. По ценам мы вас тоже сориентировали примерно. Есть магазин, мы вам тоже его показали. Там можно купить любые продукты. Ну, сравнительно любые, конечно. Туалеты, душевые. Есть, как мы вам показали, можно снять вагончик. Но нам пляж понравился. Поэтому мы его однозначно советуем. Мы с вами прощаемся. Мы получили незабываемое впечатление. С летом 40 градусов на берегу озера. Вполне терпимо. И можно покупаться. Но под вечер начинает бушевать озеро. Поэтому спокойная вода с утра. Так что не залеживайтесь, вставайте пораньше и купайтесь в спокойной воде. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok